Предмет экономическая теория. Сегодняшняя тема называется конкуренция и монополия. В соответствии с планом лекции, в данной теме мы рассмотрим 4 основных вопроса. Первый вопрос. Это сущность конкуренции, ее функции и роль в экономике. Второй вопрос. Виды конкуренции. Третий вопрос. Это сущность монополии и ее классификация. И четвертый вопрос. Антимонопольная политика государства. Понятие, функции и виды конкуренции. Первый вопрос. Переводив с латинского слова конкуренция, означает сходиться, сталкиваться. Конкуренция это экономическое соперничество между, или борьба, можно так сказать, между субъектами хозяйственной деятельности за более лучшие условия производства и реализации экономических благ с целью получения наибольшей прибыли. Цель конкуренции. Соперничество рыночных субъектов за реализацию собственных интересов путем получения экономических конкурентных преимуществ над своими соперниками. Характеристики конкуренции. Если предложение выше спроса, то неизбежно возникает борьба между продавцами. Если же спрос больше предложения, то возникает соперничество между покупателями. В ходе конкурентной борьбы рынок из множества товаров отбирает только те, что нужны потребителям. Чтобы выстоять в конкурентной борьбе, следует производить то, что предпочитает потребитель. Таким образом, конкуренция ориентирует производителей на удовлетворение запросов потребителей, стимулирует эффективную деятельность производителя, а также способствует дифференциации товаропроизводителей. На следующем слайде условия возникновения функционирования конкуренции. То есть, основные направления условий возникновения функционирования конкуренции продемонстрированы. И здесь хотелось бы обратить внимание на некоторые из этих аспектов. Это наличие на рынке неограниченного количества независимых производителей и покупателей продуктов и ресурсов. Свобода производителя относительно выбора хозяйственной деятельности. Абсолютно свободный доступ экономических субъектов к рынку. Мобильность материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов. Отсутствие соглашений между поставщиками и потребителями ресурсов. И так далее. На следующем слайде видна общая схема конкуренции. То есть, конкуренция. То есть, это борьба между товаропроизводителями за более выгодные условия хозяйствования. За получение максимальной прибыли. И, естественно, по ранжиру здесь приведены чистая конкуренция, видная конкуренция, совершенная конкуренция, эффективная конкуренция, несовершенная конкуренция, монопсония, олигопсония, олигополия, дуополия, ценовая конкуренция, неценовая конкуренция. А также данные краткие характеристики каждому из них. Функциями конкуренции является, в первую очередь, ценообразующая функция, то есть конкуренция влияет на уровень индивидуальных затрат производства любого товара, сводя их к общественно необходимым издержкам. Регулирующая функция, ориентируясь на конкурент, установлены цены, предпринимание направляет свои капиталы из малодоходных отраслей в те отрасли, которые пользуются спросом и дают больше прибыли. Стимулирующая функция, конкуренция побуждает товаропроизводителей применять новую технику и технологии, внедрять эффективные формы организации труда и производства. Контролирующая функция, конкуренция контролирует конкурентоспособность каждого производителя по двум показателям, то есть соответствие индивидуальных затрат производства общественно необходимым издержкам и соответствие ассортимента и качества товаров нужным потребителям. И следующая функция, это функция дифференциации товаропроизводителей. Здесь конкуренция способствует дифференциации распределения доходов между товаропроизводителями. Далее на следующем слайде показаны современные, демонстрируются современные факторы развития конкуренции. Таким образом, общеэкономические факторы туда относятся общий уровень и динамика производства, состояние деловой активности, состояние рынков, наличие структуры, ресурс и так далее. Технологические факторы, к ним относятся отраслевая структура экономики, наличие технологического лидера, уровень распространения современной технологии и так далее. Следующий фактор, это институционально-социальное, туда относятся законодательное обеспечение нормой правил экономической деятельности, создание рыночных институтов. Дальше цели государственной политики, степень вмешательства государственной экономической деятельности, национальной традиции, менталитет, духовные ценности народа и другие. И следующий фактор, это международные аспекты, то есть международный фактор, который связан с деловой активностью на международных рынках, действием международной экономической организации, стабильность мировой финансовой системы, а также принятие международных правовых норм. Второй вопрос. Виды конкуренции. По используемым методам конкуренция бывает на основе критерия повышения качества товара, или еще называют неценовая, на основе критерия повышения качества сервиса товара, на основе снижения цены или ценовая, на основе снижения эксплуатационных затрат у потребителя товара, на основе использования всех конкурентных преимуществ объекта и субъекта, То есть, еще называется в литературе интегральная. Классифицируя виды конкуренции, необходимо остановиться на следующих аспектах. Направление по отраслевому и территориальному признаку. Здесь внутриотраслевая, межотраслевая к нему относятся и международная. По метрам конкурентной борьбы это ценовая и неценовая, и добросовестная и недобросовестная виды конкуренции. Дальше по количеству субъектов рынка и степени их конкурентной силы. Это совершенная и несовершенная конкуренция, к которым относится чистая монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. Ценовая конкуренция, это конкуренция, в которой главным средством борьбы является цена. И как видите по этой схеме на этом слайде, здесь акцентированы в центре виды цен, и далее указаны монопольно высокая цена, монопольно низкая цена, демпинговые цены, которые за нижение цены с целью устранения конкурента, и дискриминационные цены, разные цены на один и тот же товар. Метод неценовой конкуренции. Неценовая конкуренция, во-первых, дадим короткое определение, это стратегия конкурентной борьбы, направленная не на изменение цен, а на создание предпосылок, которые улучшают реализацию продукции. Таким образом, конкуренция по продуктам, к ним относятся улучшение качества товаров, повышение надежности при эксплуатации, обновление ассортимента, соответствие товарам международным стандартам, а конкуренция по условиям продажи, к ним относятся продажи товаров в кредит, продление срока гарантийного обслуживания, бесплатная доставка товара на дом и его установка, продажа товара с запастными частями, интенсивное использование рекламы и т.д. Методы недобросовестной конкуренции продемонстрированы на следующем слайде. Недобросовестная конкуренция – это не цивилизационные формы конкурентной борьбы, которые проявляются нарушением субъектами рыночных отношений действующего законодательства, профессиональных, этических, моральных норм и правил поведения для достижения неправомерных преимуществ конкуренции. Это, ну, какие же это виды направления данной конкуренции недобросовестной? Это неправомерное использование обозначения товара другого производителя, или его еще называют в народе подделкой, дезинформация потребителя о собственном товаре, компрометация товаров конкурентов, давление на поставщиков, ресурсов и банки, неправомерное получение разглашения использования коммерческой тайны, переманивания ведущих специалистов фирм конкурентов. Третий вопрос. Сущность монополии и ее классификация. Монополизация – это процесс достижения экономическим субъектом монопольного или доминирующего положения на рынке. Монополия в широком понимании – это исключительно право государства, предприятия или физического лица на владение чем-либо, или на осуществление какого-нибудь вида деятельности. Ну и далее следующий еще подход к определению монополии – это крупное предприятие, фирма или объединение, которое концентрирует значительную часть производства и сбыта определенного вида продукции. Причина возникновения и развития монополии – это весьма интересный вопрос, который продемонстрирую на следующем слайде. Это действие закона конкуренции, это концентрация капитала и производства. Концентрация капитала – это, чтобы мы поняли, это процесс увеличения размеров капитала за счет капитализации прибыли. Концентрализация капитала и производства. Централизация капитала – это увеличение размеров капитала вследствие объединений или слияния ранее самостоятельных капиталов. Трансформация индивидуальной частной собственности – это достижение научно-технического прогресса, строительстве железных дорог, морских портов, каналов, крупных заводов, которые требовали новой формы собственности, крупной акционерной собственности. И экономические кризисы второй половины XIX века. Классификация монополий. Здесь, в соответствии с этой классификацией, вы видите на слайде, приведены три направления классификации. Это по условиям формирования, где предпринимательский тип монополизма и институциональный тип монополизма наиболее выделяется. Также по форме существования – это монополия отдельного предприятия, монополия как соглашение, монополия основана на дифференциации продукта и зависимости от возникновения. Это естественная монополия, которая возникает в ситуации, когда спрос на благо лучше всего удовлетворяется одной крупной фирмой. И административная монополия, которая возникает вследствие действий государственных органов. А также здесь выделяется экономическая монополия. Появление обусловлено экономическими причинами и возникает на базе закономерности хозяйственного развития. На следующем слайде продемонстрирована схема именно монопольных объединений. Это предприятие или группа предприятий, занимающегося доминирующим положением на рынке и за счет этого получающих максимальную прибыль. Это картели, синдикаты, тресты, концерны, конгломераты. И данные краткие характеристики этим монополистическим объединениям. Четвертый вопрос. Антимонопольная политика государства. Антимонопольная политика – это комплекс мероприятий, направленных на прекращение, предупреждение и ограничение деятельности монополий, а также создание соответствующего законодательства. Первый антимонопольный, то есть антитрестовский закон, так называемый закон Шермана, был принят в США еще в 1890 году. Во исполнении указа президента Республики Узбекистан от 14 января 2019 года номер УП 5630 о мерах по коренному совершенствованной системе управления государственными активами антимонопольного регулирования и рынка капитала, и рынка капитала 24 января 2019 года было принято постановление президента Республики Узбекистан об организации деятельности антимонопольного комитета Республики Узбекистан. Можно выделить три принципиальных возможности понижения степени монополизации на рынке. Это прямое разделение монопольных структур, это иностранная конкуренция, то есть создание условий для иностранной конкуренции на внутренних рынках, то есть для иностранных предприятий различных форм собственности, создание новых предприятий и возможности первого пути в нашей реальности сильно ограничены, то есть прямое разделение монопольных структур. Единый завод на части не разделишь, а случай, когда производитель монополиз состоит из нескольких заводов одного профиля почти не встречаются. Далее, антимонопольная политика государства, основные вот направления, это борьба с монополизацией, то есть доля на рынке отрасли от 35% подавление партнеров с снижением цен, заключение невыгодно для других контрактов и так далее. Еще следующим направлением данным антимонопольной политикой государства это предотвращение антиконкурентных слияния фирм. Также запрет сговоров о ценах. Яркий пример это деятельность картелей, например, это деятельность ОПЕК, организации по экспорту нефти, экспортерам нефти. Далее, групповых бойкотов, манипулирование ценами на аукционах и так далее. Естественные монополии. С одной стороны, это монополисты, устанавливающие высокие тарифы, сокращая объем производства и получают сверхприбыли. Конкуренция в данных отраслях это газоснабжение, электроснабжение, ГЖК, НАК, национальная авиакомпания. Далее, следует отметить, что именно конкуренция данных отраслях, газоснабжение, электроснабжение, государственная акционерная, железнодорожная компания, национальная авиакомпания, водоотведение, это экономически неэффективно. Государство, при этом сохраняя естественные монополии, принимает меры к ограничению их отрицательных последствий для общества, контролируя цены на их продукцию. На этом мы завершаем рассмотрение данной темы. И тема у нас сегодня была посвящена именно конкуренции и монополии. И спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok